Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. Сегодня я хочу вам кратенько показать, чем я кормлю своих курочек, чтобы они меня не слить всю зиму, несмотря на большие холода и морозы. Итак, сейчас я вам покажу, чем я их кормлю, и чуть-чуть потом расскажу о моей породе амрокса. Вот такую я вкусняшку им принесла. Вот это жир, это свиной старый жир остается, и я им даю, и они с удовольствием его кушают. Также я даю им свеклу, это вареная свекла, тоже осталась, и мы отдаем, естественно, курочкам. Курочки они и любят, хотя я слышала, что говорят, курочкам свеклу нельзя, можно. Птица, вот это курочки, они всеядные, они едят все, и им можно все, но не переборщить, как бы, чтобы много не давать, то есть лишнего, чтобы они не кушали. Так, также я даю им очистки, сырые очистки от картофеля. Я их не варю, потому что у вареной картошки или как бы у шлухи в этой витамину, как вы понимаете, особо ничего нет. Так, что я еще им даю? Я однажды вам показывала ролик, что я проращиваю зерно, конечно же зерно. Им зерна этого не хватает зимой и осенью, ранней весной, когда нет травы. Смотрите, вот как они любят и руку мне даже клюют. Вот такое зерно называется живое. Мы его оживили. Я вам показывала, как я его проращиваю. Можно, конечно, прорастить его до зелени, но это не обязательно. То есть сутки оно у меня, я чуть-чуть вам напомню, стоит в воде. Если кому интересно, мне ранее там ролик выпускался. Воду потом я сливаю через сутки. Вот, промываю его. И оно у меня стоит просто сыром. Ну, сырое зерно такое стоит в теплом месте. И оно прорастает сутки или двое, смотря какая у вас температура будет. Вот они как его любят. Я его кормлю, получается, в неделю где-то три раза получается. Я им даю вот такое зерно. То есть зерно пророщено может быть и пшеница, и овес. Также ячмень. Мне здесь вот в данный момент пшеничка и овес. А так вот еще у меня ячмень бывает. Сейчас он у меня кончился, нужно будет ехать закупать. И поэтому можно и семечко, можно горох прорашивать, кукуруза. Это все очень полезно для наших курочек, которая помогает им нестись, получать все витамины, которые они нуждаются в зимнее время. Вот. Не лениться прорашивать такое зерно. Это нетрудно. Это очень легко и всем доступно. То есть замочили, поставили, и на двое суток-полтора забыли. И вот они как его аппетитно, аппетитно кушают. Вот в первую очередь они понеслись со свеклой. Также жир свиной едят. Некоторые вот учат, что нельзя того и то давать. Товарищи, я показываю только то, чем кормлю я. Если вам интересно, если вы хотите попробовать, как я делаю, пожалуйста, делайте, кормите, делайте эксперименты. Я, например, делаю, изучаю своих курочек. Что им нужно, то я им и даю. Вот наш петушок. Это амрокс. Вот эти яички я закупала. Спустя два года я их ждала, пока найду. Вот чистопородные. Это с Америки завезенные. Ну да, так получилось, что это порода с Америки. Поэтому ее здесь теперь не будет чистопородной. Она очень будет редкая и очень дорогая птица. Вот такие петушки мне выросли. Здесь им где-то восьмой месяц, а этому петуху три. Вот смотрите, какое различие. Эти быстро растут. Мясо-яичная порода. Кстати, уже курочки начали нестись. Я узнала потому, что яичко было с кровью и маленькое. Они у меня первые вот такие курочки, которые начнут нестись. Вот такая замечательная порода, мне кажется, будет. И яйценосные. Если будет все хорошо, я вам обязательно все расскажу, что это за порода, как она несется, как она себя чувствует в зимнее время. Ну и на лето еще заведут две породы. Вот такой ролик, я думаю, познавательный вам получился снять. Всем здоровья, удачи, мирного неба над головой нам всем, конечно же. Субтитры сделал DimaTorzok